В минувшие выходные завершилась раздача бесплатных масок жителям крупных городов Тверской области. Акция стартовала 30 апреля по инициативе губернатора Игоря Рудыни. На первом ее этапе волонтеры в многолюдных местах раздали 1 миллион защитных масок. Впрочем, раздача средств защиты тверичанам продолжится. К их выдаче присоединились и общественные организации. Так, Тверская инициативная группа по защите животных запустила акцию «Я ношу маску». И касается она не только владельцев собак и кошек, но и любого другого человека, у кого четвероногих спутников нет. О подробности прямо сейчас. Вот такие многоразовые маски теперь лежат на кассах в нескольких зоомагазинах областной столицы. Закупили их тверские зоозащитники на собственные средства. Таким образом, они хотят в очередной раз напомнить жителям региона о том, что ношение маски – одна из первостепенных мер для профилактики распространения пандемии COVID-19. Очень много людей в местах массового пребывания, в магазинах, банках, ходят до сих пор без масок. Это, конечно, никаким образом не способствует сокращению числа заболеваний. Мы решили запустить акцию именно с таким призывом. Поскольку это делается все исключительно на личные средства, конечно же, мы ограничены. И если, конечно, найдется какой-то спонсор, который готов будет, допустим, профинансировать дальше бесплатную раздачу этих масок для населения, ну, будет здорово. На призыв о помощи откликнулись несколько магазинов для животных. Они неоднократно принимали участие в акциях по сбору помощи для четвероногих друзей человека. Но, пометуя о том, что добро не должно быть избирательным, охотно откликнулись и на очередную инициативу по организации поддержки горожан в нынешнее непростое время. Со стороны инициативной группы предоставлены маски, а мы всегда готовы поддержать людей, которые хотят помочь животным. У нас на постоянной основе есть корзиночки, в которые вы можете положить пожертвования в качестве финансовой помощи для животных, которые все так же продолжают в ней нуждаться. Приобрести маску можно в тверских магазинах, продающих товары для животных. Оплата за нее не требуется, но если вы при этом в качестве благодарности оставите любую сумму в ящике для пожертвования или купите бездомным животным корм, то это будет большим подспорьем для зоозащитников. Да просто, что называется, камильфо.